В обществе мужчин испокон веков укоренилась идея. Женщина-существо второго сорта способны только на то, чтобы мыть полы и безудержно рожать потомство. И все девочки от рождения до пенсии пребывают в сфере влияния этой нормы и сами требуют от новых девочек соответствия своим заблуждениям. «Как я прожила, — говорит мама, — так и ты, дочка, должна». Мальчики со школьной скамьи всячески показывают свое дутое превосходство. «Как я живу, сынок, — говорит папа, — так и ты давай». Так что у девочки нет иного выхода, как смириться с положением дел и начать действовать по общепринятому плану жизни. «Вселенский заговор, — говорите, — нажать на паузу и не браковаться лет эдак до 30 у мальчика и у девочки нет шансов. К тому времени, как в теле девочки все расширится и сформируется, в таком немаловажном в рассматриваемом вопросе органе, как мозг, уже сформированы необходимые для счастливой, причем почему-то обязательно семейной, жизни понятия, образ мужчины, обладателя, добродетели, храбрости, мужества всяческих иных средневековых навыков и образ материнства, состоящие из картинок пеленок, распашонок и разноцветных колясок, а параллельно оплаты квартплаты, зарплаты, расстрочки, кредита, хождение по магазинам, готовки и как развлечение в короткий миг отдыха перепалки с соседкой». Никто в школе, естественно, не говорит девочке, что, например, материнство связано с постоянными расходами на болезни детей и что бегать по больницам придется ей самой. Эти нюансы напрочь подавляются образом мужественного и храброго, который, естественно, обязательно решит все проблемы. Сам мужественный обладатель добродетелей и понятия не имеет, что ему придется решать какие-то там женские проблемы. Ему бы в космос слетать, победить врага в танковом сражении, выиграть в финал Лиги Чемпионов, а пеленки, распашонки и картошку почистить, ну, это все такое какое-то приземленное. И в тот момент, когда за миллионы световых лет отсюда происходит взрыв сверхновой, на планете Земля происходит случайная встреча девочки и мальчика. Где и когда? Не важно. Важно то, что внешний вид и повадки мальчика вполне как-то себе состыковались с девчоночными представлениями о, даже напечатал с большой буквы, настоящем мужчине и картинками из просмотренных ранее фильмов. А вид и повадки девочки подошли под описание разыскиваемой той самой. Что? Девочка знает о мальчике, кроме того, что он сам ей с готовностью наплетет? Ни-че-го. И из этого ничего, больше половины это ее собственное представление, иллюзии и ожидания по разному поводу. Мальчику же многого и не нужно. Нужно, чтобы рядом была более-менее привлекательная самка, которая фактом своего нахождения рядом подтверждала бы его социальный статус не одинокого мужчины, и которую ради поддержания здоровья не противно было бы периодически укладывать на спину. Потому что одинокие особи обоевого пола в этом обществе порицаются. Единственное, что нужно мужчине от женщины, это чтобы она в 40 выглядела в точности так же, как в 25. Любые изменения неприемлемы. Единственное, что нужно женщине от мужчины, это чтобы он относился к ней в 40 так же, как в 25. Любые изменения неприемлемы. Любые отношения строятся на удовлетворении своих гидонистических потребностей и контроле партнера. Самое интересное случается тогда, когда у пары случается ребенок. Цитата. Ха, ща, я ей на всякий случай заделаю ребенка, и она уже никуда от меня не денется. Думает он. Ща, я рожу ему ребенка, и он уже никуда от меня не денется. Думает она. Вот он, вожделенный секрет успеха. Вот она тропинка в Эдем. Квинтэссенция гармонии, напечатал с большой буквы, и семейного счастья. И оба продолжают делать вид, что их брак заключен на небесах. В большей степени ребенок случается для мужчины, поскольку он в меньшей степени готов и имеет хоть какое-нибудь представление о том, что такое ребенок. У ребенка. Не может быть ребенка. В его голове это чаще означает, что теперь он вынужден пахать от рассвета до заката, поскольку расходы увеличились, реже видеться с друзьями, снизить объем потребляемого пива и ограничить количество танковых сражений. Неудобство все-таки. Картошку заставляют чистить. Она, конечно, ожидает от него и другую посильную помощь, причем не эпизодическую, а постоянную. На все накладываются упорные крики ребенка, которые иногда не поддаются расшифровке родителями, но всегда вносят эмоциональный дискомфорт, особенно тогда, когда мозг привык спать. Выше накладывается откровенное потолстение девочки, отсутствие макияжа и откровенное игнорирование выполнения супружеских обязанностей, что никак не входило в планы мальчика. В планы девочки же не входило то, что ей приходится в авральном режиме овладевать необходимыми для обеспечения жизнедеятельности ребенка навыками. От варения каши, постоянного стирания детского белья, до навыка терпеть вмешательство сердобольной родни, угождать мужу и спать, сидя, пока искомая каша варится. Вкупе с тем, что у пары нет иных, кроме друг друга, интересов в жизни, которые могли бы их отвлечь от нарастающих разочарований друг в друге и самих себе, вокруг пары постепенно формируется среда с повышенной кислотностью, которые они называют быт. На быт всегда валят все, в чем виноваты сами. В общем, при наложении неспособностей одного на неготовности второго, на ранее сформированные ложные представления друг о друге, которые не имеют ничего общего и ни в коем мере не гарантируют достижения семейного счастья, семейная ладья начинает биться о подводные камни и тонуть по той же самой причине. При наложении процесса на шкалу времени и постоянные противоречия происходит выдергивание гвоздей и растаскивание той ладьи по доскам. И в итоге, лет через десяток-двадцаток, когда и если мальчик и девочка вплавь доберутся до берега, происходит полное офигевание друг на друга. «Ты чё? Ты кто такой? Ты чё здесь вообще делаешь?» Живо припоминаются все крики, незаколоченные гвозди, задержки с работы, недотрах и недосказанность, недосоленные борщи, недоподаренные подарки, недосмотренные футбольные матчи и прочие обиды. Но теперь, поскольку появились первые морщины, а приобретенные вещи, квартиры и машины делить уже жалко, приходится смириться с реальным состоянием вещей и терпеть друг друга до конца. Продолжение следует...